Саифа Ката родом из города Фуцаа, Китай Знаменитый окинавский мастер Каньо Хига изучал боевые искусства в Фуцаа с 1868 по 1881 год. Именно в это время он выучился Катаго Дзюдзю у легендарного китайского мастера Дзюдзюка. По возвращении на окинаву мастер Хигаонна передал это Ката своему лучшему ученику, мастеру Чадзюну Мияги. Мастер Мияги в свою очередь передал Ката своему протяже, мастеру Аничу Мияги. А тот в свою очередь передал их мастеру Морихиконе в их полной оригинальной форме вместе с глубоким боевым смыслом, который они представляют. Само имя Сайфер означает крушить и рвать на куски. С точки зрения техники это истолковывается как нанесение удара и поражение противнику с помощью различных приемов, таких как вытягивание, захват и разрывание в ближнем бою. Сейчас мастер Тегана подробно объяснит вам важные технические моменты шифровального ката. Ударные приемы выполняются так, чтобы запястье, локоть и плечо были свободны от напряжения. Рука должна быть свободной, как хлыст. Например, Радакудзи выполняется так, чтобы суставы руки были свободны от напряжения. Слегка сожмите кулак, а в момент удара крепко сожмите его и сосредоточьте всю свою силу на тыльной стороне кулака. Опусти руки вниз круговыми движениями. Суставы рук, как и прежде, должны быть свободны от всякого напряжения. Если ты попытаешься использовать силу при выполнении этой техники, это приведет к потере силы. Сбрось все напряжения со своих рук. В тот момент, когда ваши руки соприкоснутся, сконцентрируй всю свою энергию в точке фокусировки. Суставы рук свободны от напряжения. Опусти руку по кругу и сконцентрируй всю свою энергию в нижней части кулака и загни, когда ты завершишь прямую. Зажги факел. Как и в предыдущих техниках, рука остается свободной от напряжения до самого последнего момента. Затем сосредоточьте всю свою силу на точке удара. Все эти приемы должны выполняться с огромной скоростью. Наряду с круговыми размашистыми ударами, еще одной главной особенностью сайферката является техника освобождения рук. В первом примере, когда противник захватывает запястье, движение запястья может быть использовано для того, чтобы вырваться на свободу. Предплечье должно быть прижато вплотную к туловищу. Если руку держать подальше от туловища, сила будет потеряна вместе с полученным преимуществом. Если хватка противника слишком сильна, можно использовать и локоть. Это движение становится очевидным только при применении этой техники. В Гадзюрю очень важно осознавать три области тела – Джордан, Джордан и Гёдан. Джордан глаза смотрит прямо перед собой, но все внимание сосредоточено вокруг. Необходимо сохранять правильную осанку. Спина должна быть прямой, руки свободны от напряжения. Продолжай в том же духе. Подошвы ног словно приросли к полу. Если ступни правильно расставлены, то техника выполнения ката может быть должным образом сфокусирована. Сильные ноги и хорошая стойка приведут к получению мощных и эффективных техник. Это можно продемонстрировать с помощью простого удара кулаком. Сила исходит от ног и спины, а затем передается в руку. В базовом ударе каратэ для нанесения удара используются первая и вторая костяшки кулака, так как эта область кисти связана с крупными мышцами спины. Однако меньшие по размеру костяшки пальцев относятся к передней части тела. Мастера прежних времен могли диагностировать болезнь в передней части тела, просто взглянув на эту часть кисти. Симпои, старшеклассники на Окинаве, сделали бы строгий выговор студенту, если бы его увидели бьющим по макеваде меньшими костяшками кулака, так как они сказали бы, что это вредно для сердца. Использование двух передних костяшек пальцев для нанесения удара позволяет увеличить силу задней части и ног силе удара. Это можно увидеть на примере параллельного удара Хейка Цуки. Сила удара исходит от мышц спины. Поэтому очень важно в первую очередь добиться баланса между тремя областями Джордана, Джорданом и глазами, осанкой и стойкой. В результате этого будет получена правильно сфокусированная техника. Еще одной характерной чертой сайфа ката являются удары, наносимые сбоку. При нанесении удара вперед очень легко передать силу удара. Однако удары в сторону даются гораздо труднее. Йокути, Уракунуки и Урузуки – все это техники, входящие в состав шифрового ката. При применении техники ката используется все тело. Однако при выполнении движений ката сосредотачивайтесь только на предплечье. Тело при этом не используется. Это одна из форм тренировки, направленная на развитие силы в самой руке. Когда эта техника будет применена в бою с использованием силы всего тела, тогда будет произведено еще больше энергии. Нанесение ударов кулаком из положения стоя на коленях – это тот же самый вид тренировки. Бедра остаются неподвижными, и в ход идут только руки. Это развивает мышцы рук и приводит к более мощному удару кулаком. Поэтому при нанесении удара используется все тело для повышения эффективности удара. В ката сайфа ты смотришь в сторону, одновременно нанося удар ногой вперед. Для тех, кто только начинает осваивать ката, иногда допустимо сначала выполнять эту технику глядя вперед, чтобы помочь сохранить равновесие. Как только это станет легко, выполняйте удар ногой, глядя в сторону. Мастер Чадзиомияги часто обучал техникам в упрощенном виде, прежде чем обучать полному и правильному движению, чтобы помочь ученику. Удар ногой вперед выполняется при взгляде в сторону, чтобы тренировать равновесие. Но что еще более важно, цель этой техники состоит в том, чтобы тренировать чувство слуха и подчеркнуть, что это очень важно в боевых ситуациях. Удар ногой спереди выполняется в сочетании с блоком с куюки, который представляет собой захватный блок, используемый в ближнем бою. Поэтому в данной ситуации чувство слуха может быть использовано в большей степени, чем зрение, для того, чтобы предугадать движение противника. Эта техника учит тому, как важно использовать чувство слуха для того, чтобы прислушиваться к дыханию и движениям противника на близком расстоянии. Смысл игры заключается не только в движениях тела. Ты должен тренировать свои глаза, слух и восприятие. Эта техника является уникальной среди ката Годзюдоу. Изначально для описания этих пос не использовалось никаких специальных терминов. Размеры и тип телосложения каждого человека различны, и в прежние времена размеры поз определялись в соответствии с индивидуальными потребностями. В наше время эта поза называется дзенкуцу дачи. Сделай шаг вперед и нанеси удар. При этом переноси вес тела на переднюю ногу. Тарагути, блокируй удар тигриной пастью и наноси удар. Руки должны находиться на расстоянии одного кулака друг от друга. Сфокусируй удар ребром ладони, а затем, сохраняя напряжение, выполни удар Тарагути. Сохраняй это напряжение до завершения ката. Движение в НЭКОаши дачи сложное и требует большой практики для того, чтобы двигаться с равновесием и скоростью. Движение в НЭКОаши дачи сложное и поддерживает. КОНЕИ ПОТВАТО they are theassrar.